Меньше месяца остается до старта неба России. Фестиваль воздушных шаров. Сегодня мы в гостях у легендарного пилота и основоположника воздухоплавания в регионе Льва Борисовича Маврина. Итак, Лев Борисович, мы с вами давайте поговорим о том, что нам предстоит. В этом году чуть раньше начнется. Можете к телезрителям обращаясь, скажем так, анонсировать это прекрасное мероприятие. С 20 по 25 июля мы проводим очередное наше любимое мероприятие – Международное спортивное и культурное зрелищное фестиваль воздухоплавания с гордым высоким именем «Небо России». Почему с 20 по 25 июля мы были вынуждены подвинуться в раннейшие сроки, чтобы молодые наши пилоты успели после нашего мероприятия съездить на чемпионат мира среди молодых пилотов, среди пилотов не старше 30 лет. У них в позапрошлом году они были третьими. Вдруг в этом году кто-то станет чемпионом и серебряным призером чемпионата мира среди молодых пилотов. Лев Борисович, 30. Первый раз уже пройдет «Небо России». Вот вижу у вас даже памятную такую эмблемку с 90-го года. Давайте с истории начнем. Как все это начиналось? Ну, не 31 раз, а 31 год тому назад мы провели впервые на территории Российской Федерации в Советском Союзе. У меня даже есть эмблема Союза Советских Социалистических Республик, который мне подарил один из летчиков-космонавтов первого гагаринского набора. Мы провели наш фестиваль. И дружба с отрядом космонавтов началась именно с этого фестиваля. И дружба большая с воздухом, с Пятым океаном. Он нас любит, мы его любим. Но мы знаем, что данный океан ошибок не прощает. Чуть подробнее о дружбе с космонавтами. Это как бы длиннейшая история. Вот видите, вот в этом году буклет. 30 лет нашему. Ну, то есть 30 лет мы занимаемся воздухоплаванием. Там столько всего судеб переплеталось, пересекалось, продолжалось, что это отдельная передача, может быть, даже целый год делать цикл этих передач. Лев Борисович, теперь немножечко поговорим о том, что же будет в этом году. В прошлом году юбилейный фестиваль, к сожалению, совпал с непростым очень для страны временем. В чем были его особенности? Ну, он был юбилейный. 30 лет тому назад мы его как бы провели первую. Вот в том году сделали вот такую красивую эмблемку. Думаем, что она дальше будет дальше жить и жить. Понятно, что участников из-за рубежа мы планировали принять до 60 команд. У нас собралось всего 12. Но самое главное, самое главное, были три пилота, которые участвовали в первом фестивале в 1990 году. И они до сего времени как бы нормально пилотируют и соревнуются с молодыми пилотами. Здорово. Главным, конечно, моментом, нюансом было то, что вы все-таки, несмотря на все сложности прошлого года, провели этот фестиваль, подарили людям сказку. Но, насколько я знаю, была опущена спортивная часть. Просто был фестиваль без... Нет, там был у нас спорт, мы выполнили тот минимум, где написано два спортивных полета, минимум четыре задания. Мы это все выполнили. Можно было там присвоить статусы чемпионата страны, кубок Европы, первенства области. И победителем стал и я. Ну, вот видите, как символично, да? Да, ну, все так сложилось. То есть, мы все это выполнили, но участников было малым, потому что граница была закрыта. И те, с кем ребята мы дружим и живут далеко, за рубежом, к нам приехать не смогли. И в этом году, наверное, никто не приедет, потому что... Сложности с авиасообщением, да. А вот мы затронули немножко тему спорта. Это в этом году в рамках фестиваля «Небо России-2021» пройдет Кубок России по воздухоплаванию. Да. Это целые спортивные соревнования, у которых есть правила. Вот расскажите немножко об этом. Нет, ну, в двух словах. В двух словах, конечно. Все мы смотрим футбол. Все понимают, что единые правила для всего этого мира. У нас тоже самое, единые правила для проведения рейтинговых мероприятий в любой стране этого мира. То есть, мы летаем по единым правилам и выполняем те 16 полетных заданий, которые как бы немножко видоизменяются, но они как бы неизыблены. Там всего три критерия. Точность, время и еще раз точность. В этом году сложно, да, уже из-за пандемии, из-за непростой ситуации и экономической, и с границами, но все же, по предварительным вашим оценкам и прогнозам, сколько пилотов можно ожидать примерно на фестиваль? Поскольку мы немножко сдвинулись на июль, а все уже привыкли к нам приезжать в середине августа, в 20-х числа августа, то команд будет немного. Мы надеемся, что хотя бы 20 команд к нам приедут. А как все это будет? Это все будет решаться пилотами в последнюю неделю. То ли я еду, то ли я не еду. Как всегда, приедут те пилоты-спортсмены, которые бьются за рейтинг, которым важен спортивный налет, которые любят нашу полетную зону. Она у нас уникальная. Такой полетной зоны во всем мире нет. Обычно уже к середине июля луга, пойменная луга, они выкачены. А это в протяжении примерно 40-60 километров. И это позволяет безопасным при любом направлении ветра организовать и провести любой сложности спортивный полет. Из-за этого все едут. А утренние полеты с утренним Окским туманом – это какая-то сказка. А Рязанский Кремль. Рязанский Кремль и за один полет от стен Кремля. Потому что, ну, сами понимаете, приехать в город, где тысячелетняя история, все желают. Для тех, кто уже хорошо знаком с миром воздухоплавания, более или менее понятны, что такое утренний полет, что такое вечерний полет. Почему в один день пилоты взлетают в одном месте, в другой – в другом. Но для общей массы все же интересно будет посмотреть, наверное, массовые какие-то взлеты. От чего зависит именно точка старта? Расскажите нашим телезрителям. Наш вид спорта, он уникален тем, что нас видно, ну, примерно с 15-20 километров. И, ну, и раз вот прямо вот близко-близко приезжать на трибуну и занимать место не надо. Надо просто знать район полета и траекторию полета, чтобы насладиться, налюбоваться. Но мы при этом всегда после утреннего брифинга, где-то, наверное, минут за 30-40, стараемся в средствах массовой информации уже примерно дать район утреннего старта. Поскольку все равно утренний старт у нас будет ранний, где-то в 5.30, не позже. Но все равно машин 100 приезжает. А вечером мы стараемся не анонсировать, поскольку и так город забит, но все равно все, представляете, в радиусе 30-40 километров, видят нас, наблюдают и говорят, ну, слава богу, наши полетели. То есть, и воздухоплаватели, то есть, наши воздухоплаватели полетели. И между тем, хотелось бы отметить, что анонсы все-таки в социальных сетях будут. Накануне полета сообщается, состоится ли полет или не состоится, потому что это, в частности, зависит от погодных условий. Да, от погоды, 100%. Поэтому следите за анонсами в группе ВКонтакте. Ссылочку дадим внизу экрана. Лев Борисович, а теперь хотелось бы поговорить о том, за 30 лет самые запоминающиеся для вас истории из жизни фестиваля. Буклет издан. Примерно там все знаковые полеты или мероприятия, они описаны. Вот, то так уж и получилось, что я, когда эту книжку второй раз собирал, то получилось, что самое знаковое – это вечерний полет 14-го года, когда его величество «Ветер» над Акой нас собрал пилотов в трех поколениях одной семьи. Я, дед, внук Вова Ермаков и любимая невестка Марина Маврина. Это было что-то. Вот так вот бок о бок мы плыли по Аке и над Акой минут где-то, наверное, 25-30, пока не стали заходить на посадку на летное поле. А дальше там написано «Голубая мечта» – дождаться пилотов в четвертом поколении. Мы единственная семья в нашей стране, а может быть и в мире, которая имеет пилотов в трех поколениях. При этом одна пилотесса. Все-таки у нас дама. Марина. Марина. Супруга Александра. Подрастает еще там Валерочка, самая боевая, и еще. Так что будем надеяться, что дело будет жить еще много-много поколений. Из вашей семьи кто в этом году примет участие в качестве участника соревнований именно? Не в фестивале, а именно в спортивных соревнованиях? Смотрите, ситуация довольно сложная. Саша Маврин, спортивный директор. Но думаю, что он, как спортивный директор, будет участвовать в спортивных мероприятиях. Это как бы допускается. Ну, допускается, поскольку пилотское мастерство – это спилотирование. Талант спортивного директора – это поставить спортивные задания, чтобы они были выполнены, и все получили наслаждение от этого полета и сказали, Сатин, какой ты молодец, как ты смог угадать, как ветер поменяется в это утро или в это вечер. Вот талант спортивного директора в этом и заключается. Весь наш спорт построен на дном. Как Мауля сказал. Ты и я одной крови. Мы с ветром должны дружить. Ветер нас перемещает. Мы должны его угадывать, предчувствовать, ощущать, понимать. И в этом заключается талант спортивного директора. Мало того, знать вот это вот. Но это все знают от О, от А до Я. Но вот как ветер меняет. А у нас уникальность нашей полетной зоны – это Мещерская низменность. Вот есть горы, там свои потоки, там и горный хребет. А у нас Мещерская низменность. Как она будет менять ветер как утром, так и вечером. Мы должны понять. Лев Борисович, ну и обращаясь к нашим зрителям, можете пригласить на долгожданное, скажем так, мероприятие, которое вы ждут. И взрослые, и дети, и съезжаются люди из соседних областей. И мои коллеги-журналисты из всех соседних регионов тоже приезжают с нетерпением, ждут этого мероприятия. Приглашайте. С одной стороны, мы вас всех приглашаем, но с другой стороны, мы понимаем, что могут быть ограничения, но вы все равно можете к нам подъехать за 10-15 метров, остановиться, и все вы будете прекрасно видеть. Не обязательно в плечо в плечо стоять. Мы большие, наш летательный аппарат высотой 24 метра, то есть он так хорошо виден, он так хорошо читается, а мы будем анонсировать, наверное, во всех сетях район старта и примерно траекторию полета. Чтобы вы подъехали, насладились и ждали, что на следующий год можно будет подойти близко-близко, пообщаться, обняться и поцеловать любимого пилота. И хотелось бы отметить, что наша телекомпания будет ежедневно освещать течение и соревнований, и фестиваля, зрелищной части, поэтому следите за новостями, а мы обещаем вам рассказывать о самых интересных моментах. И от нас телекомпания, памятный значок, правда, с того года в этом году, ну, нет, у круглой даты, будем ждать еще 4 года, там, 35-летию сделаем. Значит, на 35 тоже вы мне вручите. Конечно. Спасибо большое.